если вы это и будете использовать как показывает практика это можно многие проблемы решить так что ну как будто их и не было здравствуйте дорогие друзья за это время за эти полтора дня которые вы у нас находитесь вы получили достаточно много информации которая для вас оказалась совершенно неожиданной цель почему вас пригласили это желание передает наши знания возможности умения людям которые помогают семьям с особыми детьми и я вам рассказывал о том что есть колоссальный объем информации которым мы уже вы кристаллизу и собрали на наших проектах это энциклопедия практической помощи при аутизме дцп и на нашем основном основном сайте брдавит тоже мы говорили о том что объем информации очень большой и она вся высочайшего профессионального уровня и проблема не в отсутствии информации по конкретным видам помощи в той или иной ситуации а в том чтобы люди смогли это принять и использовать правильно что я имею ввиду мы на протяжении всех последних лет мы не только оказывали помощь людям которые к нам обращаются не только разрабатывали совместно со многими специалистами из разных других стран разные методы и подходы которые могут резко улучшить многое это не просто слова это просто констатации фактов которые подтверждены на протяжении многих лет во многих странах очень большим количеством людей но и мы стараемся это сайт распространить людям все распространялось и распространяется совершенно бесплатно повторяюсь еще раз это аутизм хелп и атизм-хелп и брдавит ком и сейчас я вам расскажу кое-что из того что там опубликовано и если вы это и будете использовать как показывает практика это можно многие проблемы решить так что ну как будто их и не было речь идет о проблемах которые признаны либо сложно решаемыми либо они разрешены вообще сейчас я имею ввиду конкретно так называемой стимы и разные варианты девиантного поведения насколько я понимаю многие из присутствующих этим конкретно и занимаются являются практическим психологом правильно вот поэтому расскажу сейчас вот именно это доктор аркадий рассказывал о медицинских аспектах родовых травм докторима методах аппаратной диагностики эсфа кроме так целительских пониманиях я сейчас сейчас но у нас будет время с вами еще поговорить о многом сейчас я хочу рассказать про две методики три методики которые мне довелось разработать за эти годы и они очень успешно применяются для действительного решения этих проблем steam ну что кости мы никому рассказывать на steam 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 а слова simulation который это когда дети там трясут руками прыгают качаются стереотипное поведение машут чем-то в руках почему это называется системы но считается что на ребенок сам себя стимулирует поэтому стиминг сам стимуляции и так далее способов а давайте теперь я вас прошу а известны ли вам способы такого кардинального решения этого надо провести диагностику если мы там посмотрим что здесь основа нехватки сенсорных восприятий она может быть повышенная тут норма или же сниженная то в таком плане сенсорная терапия может в каком-то плане как стать нормализировать вот все это но если это не происхождение не от сенсорных областей то тогда ну что мы делаем это расширяем интересы если можно прошу привести пример вот конкретно вот например у ребенка сенсорная недостаточность в чем-то вот и все он может крутиться вот в окта около и так стимулировать свою вести бы больную систему он может смотреть в боку или вот так торчать ее руки потому что он стимулирует свои эти самые восприятие зрительных рецепторов он может потому что он рецептивно стимулирует свои а что может сделать так чтобы он прекратил это сделать вообще вот я вам говорю если вот основа таких стереотипное поведение в основе вот сенсорные недостатки да там норма может быть повышенной или же например наоборот сниженная как правило это нужно сниженное из-за чего он делает вот такие стимуляции в нашей практике что помогает это сенсорная терапия которая способствует там помогает полностью вылечить и основы дела на этом знаете вот мы так громко не можем говорить что мы все так полностью вылечаем но конечно же помогает я вот вам могу рассказать о способе который полностью это может прекратить совершенно ответственно это этот способ относительно не новый я его публику опубликовал и скажем запатентовал уже много лет назад он совершенно открыто распространяется распространялся когда-то совершенно бесплатно с полным описанием всех подробностей но практически родители которых мы просим использовать этот способ они это используют и есть результаты но опять-таки когда вот в чем проблема для меня потому что когда вот наш непосредственный постоянный контроль над этим заканчивается не контролем если пожелание просто вопрос а вы делали вот так то вот то кабана все родители дальше сами как это не делают и спрашивают там а что делать такой ситуации говорю а вы прочитайте снова вот это вот там вот это статью или вот это вот это и все ну то к сожалению она без специалистов которые этим руководят моно не очень работает поэтому ты вот передает в данном случае специалистам я расскажу про два метода которые помогают и коренным образом мы изменить эту ситуацию со стимами и девиантное поведение то есть нежелательной формы поведения опять таки вот как это не странно может быть прозвучит основано это на еврейских миропониманиях на тех основах которые заложены библии вот еврейская медицина называется центр еврейской медицины хотя как вы поняли из наших объяснений к медицине мы не имеем никакого отношения но просто вообще еврейская медицина есть такой термин под ним подразумевается некий подход к жизни не связанные с какими-то конкретными медицинскими именно традициями таких почему-то вот вот это не странно очень в еврейской традиции нету вот любом другом народе есть например есть такие традиции которые то есть какие-то ну знания о использовании там трав каких-то народных рецепт и какие-то специфические подходы они есть в большинстве народов например восточные подходы всем известны там акупунктура капрессора там углоукалывание очень долго можно причислять в каждом народе есть какие-то какой-то набор традиция имеющие отношение к медицине в еврейской традиции такого по большому счету нет и есть отдельные труды разных мудрецов например рамбама 12 век и и практически по большому счету все вот термина еврейской медицины это то что то направление которое я с божьей помощью стараясь сейчас развивать собирая знание из еврейских духовных источников и применяя их для решения конкретных жизненных задач к примеру очень то что я сейчас скажу будет слышаться очень странно есть утренней молитве такие слова она шамаши на тата бий тувра и это на иврите переводится как душа которую ты в меня дал бог значит она чистая непорочная очень словно недословно переводится что какой метод из этого следует очень странно ребенок я расскажу просто про использование этого метода например ребенок ребенок не только ребенок ребенок себя плохо ведет как-то орет кричит вытворяет там такое что можно уговаривать отговаривать сразу успокоить перевести на другое русло и что угодно как всем известно это действует только на короткое время если действует вообще обычно никак стучит ногами например машут руками в том числе кстати говоря и так далее но машут руками там говорим по причинах в общем он ведет себя совершенно некрасиво скажем так просто берется телефон включается видеокамера но перед этим ребенку говорится ну как ты себя ведешь но ты же такой хороший человек ты лично видишь как ты себя ведешь не ты себя не видишь давайте поможем себя увидеть берется телефон и просто записывается минуту-полторы его поведение человек превращается в кинооператора и вот старается выбрать правильный план это кричащее лицо там и так далее записывается это все ему сразу же показывается вот нюанс именно в том что она показывается сразу же и ребенок и нужно там два-три раза повторить это где-то запись идет где-то на полторы минуту скажем так минут полторы то есть немножко вот ему показывается свадьбишь вот это вот он смотрит и виде там арущева безобразно ведущие себя молодого человека и у него возникает то что называется коллективный диссонанс то есть он понимает что вот вот это вот существо человеком иногда вот такие человеческими такие проявления называть не всегда как бы а это он он такой хороший человек как мы сказали тоже и тут происходит совершенно неожиданная вещь ребенок прекращает это делать есть такой момент такой тоже бывает редко но но бывает такое ну как показывает практика вот как мы и говорили здесь очень много есть нюансов которые нужно учитывать поэтому здесь требуется обучение этого метода для специалистов к примеру там показывает через какое-то время и она не работает показывать нужно немедленно пока еще эти крики которые вот он издавал еще у него сами в ушах значит и он это видит тут же получается как бы такая биологическая обратная связь через видео нет поэтому назван baby в виде фидбэк нет нет мы говорим про собственно про любых детей но прежде всего естественно про особенных детей но смотрите если у меня есть ребенок с аутизмом да у кого нарушен ретиптивный речь то есть он абсолютно не воспринимает вот такие простые команды он просто не понимает мою речь мы говорим сейчас про то что он видит не речь он видит себя со стороны это то что помогает ему увидеть самого себя со стороны дано есть нас дано его интеллектные способности даже должны ему давать возможность все это воспринять так как мы хотим чтобы он это воспринял мы сейчас не берем крайние случаи когда ребенок не в состоянии воспринимать такое по нашему наблюдению происходит крайне редко в гораздо большем количестве случаев ребенок ну просто демонстрирует такое поведение потому что это просто-напросто удобно типа он ничего не понимает поэтому к нему никаких требований предъявляться не может и не понимает или же у него есть потребности которые он не может по-другому выразить мы сейчас не об этом совсем мы говорим о том что вот ребенок вот берем конкретный случай ребенок себя кидается на пол стучит ногами и прочее орет кричит и так далее он ожидает кстати говоря это манипуляции самые обычные всем известные и он ожидает того что его начнут хватать там за руки поднимать упрашивать и так далее и вот это будет как раз другой метод который я сейчас расскажу но значит если мы его снимем опять таки его предварительно предупредив сказать что сейчас вот мы снимем с тем чтобы тебе показать это чтобы ты себя со стороны увидел ему это показываем так два-три раза подряд чтобы он был ну чтобы он вынужден был смотреть все прекрасно вот и вот здесь происходит вот эта вот странная вещь я возвращаюсь к той странной фразе которая сказал она еще машина тата биту раи происходит так что называется как будто бы душа вот чистая которая она посмотрела на то что выделывает тело которого она выплачена и она берет это под контроль но это самое такое краткое объяснение того что происходит это уже был больше десятка лет это используется результаты абсолютно большинстве случаев невероятные и стабильные мне помнится мама одного ребенка это один из моих первых подопечных они тогда жили в этой те кто были получали дистанционное лечение виктор тимофеев из они тогда жили в болгарии вот а я в израиль то есть физически никаких контактов не было мама его рассказывала про то как он использовал этот метод это опять-таки все тоже можно увидеть на у нас на youtube канале и на страницах для для вити ладно это сработало простым способом но вот был очень интересный момент там у него есть еще старший сын и у нее и он подросток у тебя тоже как-то так не так себя вел и она вот раз мы снимем на тему беседовали работали и и потом я спрашиваю ну как вот она мне что-то он снова стал себя так-то вести ну как-то неконтролируемые движения какие-то дергания и попросил записать это на видео не понимаю что что именно происходит запиши пожалуйста на видео посмотрим вместе подумают что потом я спрашиваю ну как где видео чтобы можно было понять это не могу сделать видео потому что как только я вытаскиваю телефон и он лично сейчас начнут снимать он становится белым пушистым как бы ничего не было дети не хотят такое видеть они не хотят видеть что вот они вот так безобразно себя ведут это может парадоксально слышно люди думают обычно что они не понимают они не воспринимают как показывает наша практика люди и дети понимают гораздо больше чем мы можем себе представить вот это вот результат очень многолетнего опыта абсолютно больше случаев дети все понимают и но они этого не демонстрируют им неудобно не так ну не проявлять они не воспринимают вот например в таких случаях когда есть какие-то проблемы с восприятия например воспаление ушей примеру так очень утрируют они просто не в состоянии слышать они не слышат либо звуки либо они то что называется не дослышивает они определенный дипозон что то они воспринимают а а другой нет ну к примеру когда говорится мужским голосом они все слышат а когда женским то то они не так слышат тоже есть тоже через и часто но это не не характерно это обычно дети все всегда понимают хотя это не демонстрирует но проверка всегда очень простая если ребенку говорится что то что ему выгодно он то услышит из другого конца там дома и прибежит в таких случаях если он вот такой понимает это в большинстве случаев на это понимает понимать это значит он понимает все просто ему удобно не показывать когда они показывают что ты понимаешь а к тебе никаких претензий нет если никто ничего требовать не будет так вот значит вот этот метод называется baby в виде фидбэк который заключается в том что мы помогаем ребенку увидеть себя со стороны свое поведение и происходит в большинстве случаев просто совершенно какая-то не чудесная вещь он прекращает это делать второй метод да второй второй способ он называется steam плюс это как раз вопросу о стимов вместо того чтобы с этим бороться пытаться это куда-то перенаправить как-то это погасить как-то перевести во что-то другое предлагается следующее первое родители на привычные вдруг начинает обращать внимание вид что ребенок то есть должно быть изменение создание родителям отношения родители к этому то есть он обращает внимание что ребенок например он что-то не то делает примеру ну например вот так случится вот у него есть как-то объясняет там потребность сенсорного соответствует такое делать ребенок вот так вот стучит это вот потребность мы воспринимаем это как некую потребность позитивной как у которой все ребенка Желание такое, тенсорное недостаточное, еще что-то, это его позитивное желание, у него есть такая потребность. Если это преграждать, он все равно это будет делать. То есть есть какая-то позитивная потребность, пока она не реализуется, это будет продолжаться. Поэтому предложение тут другое, это помочь ему в этой реализации. То есть не заставлять его прекратить, а наоборот, буквально заставлять его это делать. Вот он, например, стучит вот так вот, вот ничего не меняется, потому что ему как-то пытаются это. А если ему сказать, так, хорошо, все переводится в рамки упражнений, как в спортзале. И нужно делать это как упражнение, качественно, хорошо, например, 10 раз, 20 раз, 30 раз. Знаете, у нас есть, да, мы пробовали, но у нас есть дети, у них были случаи, когда вот это делалось в течение дня. Но он в реальности делался в течение дня. И просто оно не заканчивается. Совершенно верно. Я вам расскажу один секрет, как это сделать так, чтобы оно закончилось. Дело в том, что вот то, что вы рассказали, что дети вот делают в течение дня, непрерывно просто. У них какая-то эмоция, и это выражается. Да именно, 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 именно. Вот вопрос к вам. Как вы считаете, они делают это сознательно или бессознательно? Знаете, опять-таки... И это важный вопрос. Я выйду от того, что у них есть потребности делать этого, потому что они вот как-то стимулируют свое... Правильно, вы об этом говорили. А вопрос в другом. Вопрос в другом. Как вы считаете, они делают это сознательно? Они контролируют это или нет? Вот, именно в этом вопрос. Они это не контролируют, они делают это бессознательно. И поэтому может продолжаться бесконечно, потому что вот называется, вот результат, вот возникает в теле какое-то возбуждение, как вы сказали, и тело как-то начинает, что-то там двигается. Мысли у ребенка, вот, не в контроле над этим движением. И вот снялся, вот, когда он приходит на терапию, вот просто его оставить в себе, это значит, что у тебя терапия вообще сорвется. Потому что просто невозможно потом его, его внимание переключить. Смотрите, я вам предложу один способ, который уже проверен на огромном количестве жизненных ситуаций. И он показал свою невероятную эффективность, без побочных действий, так же называется. Это метод, который я назвал Стим Плюс, и он выражается в том, что мы не препятствуем. Стим Плюс, и я ссылку потом попрошу. Это что у вас и водичи. Да, 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 совершенно верно, именно. Вот, и мы помогаем ребенку реализовать эту потребность. То есть, первое, и мы помогаем ему поставить это под сознательный контроль. Это когда она, во-первых, реализуется, даже сверх той меры, которую ему хотелось бы. То есть, он, например, не делает, он делает это как в спортзале должен. Не до первой усталости, а чуть дальше. То есть, она действительно реализуется, с запасом, скажем так. И это приводится в сознательный контроль. То есть, основной вот нюанс вот этого, то, о чем мы говорим, что все эти стимы, проявления, они не осознаны человеком, они не видятся со стороны. В этом, чтобы увидеть со стороны, в этом помогает как раз вот этот метод, в виде фидбэк, а вот этот подход, он помогает практически эти проявления оставить в прошлом. За счет чего? Не за счет борьбы с ними, а за счет их реализации и перевода в сознательное. То есть, проще говоря, ребенку говорят, ну, давай делай вот так. А, делаешь вот так вот, вот так вот, что-то, вот так вот. Хорошо, значит, давай делать упражнение. Нет, не вместе. Нет, вместе можно, но это он должен делать, и он должен делать вот это вот, к примеру. Или там прыгать, кричать, или еще что-то. Как упражнение, как в спортзале. Вот, кстати, у нас здесь за стенкой большой спортзал есть. Если вы проходили, там с той стороны видели, могу. Вот, то есть, одно упражнение делается, например, 10 подходов. Через «не могу» уже даже иногда. Ну, это должно быть 10. Вот поставлено число, вот надо сделать 10 подходов, или там 5 подходов, или какое-то количество раз. И человек делает уже на счет. Или на какое-то время. Вот, например, 2 минуты он должен прыгать, кричать, там, и так далее. А раньше он прекратить не может. Когда он останавливается, говорит, нет, еще ты не закончил. Еще бы тебе осталось там 3 раза махнуть головой, к примеру. Или побегать еще там полминуты. И все. Да, то есть, когда мы это переводим в сознательный уровень, и это переводится в ранг тренировки, и еще и того, что ребенка заставляют делать, все полностью меняется. Потому что во многих случаях вот эти все вот стимы, они, скажем так, ситуативные, а практически это еще и есть элементы манипуляции. Например, ребенок что-то начинает делать, и сразу вокруг него начинает окружающий проявлять активность, чтобы его как-то успокоить, ему это подается, и так далее. Вот это вот очень кратко описание этого метода, который позволяет эти проблемы действительно решить. Я предлагаю это попробовать. Вопросы задавать можно и даже нужно. Описание очень простое. Я вам сейчас его рассказал. И, как показывает практика, оно действительно решает эту проблему. Что касается махания руками, крылышки так называемые, эта проблема, с нашей точки зрения, она не столько... Скажем так, она очень явно имеет отношение к физиологии. И это появляется тогда, когда у ребенка есть повреждения, ну, по нашему опыту, опять-таки, на коем мы не наставим, просто рассказываем про наш жизненный опыт. Есть повреждения в спинном мозге в районе вот здесь вот. То есть от того места, откуда выходят нервы и нервирующие руки. Вот между руками выходят пучки нервов, которые управляют. Если там есть какая-то травма, вот Аркадий рассказывал как раз о травмах, которые получаются, когда, например, делается кесовое сечение, и ребенок вот так вот вытаскивают, у него здесь вот наладуется. Ну, там на снимках, которые он завтра принесет, вот будет видно, что там расстояние между позвонками, оно как бы увеличено немножко, то есть как бы происходит такая микротравма. Обычными исследованиями, во многих случаях это неопределимо, то есть можно видеть только по результату. Есть какие-то обследования, которые, наверное, могут дать, но в большинстве случаев на это не обращают внимание, когда это в пределах нормы, как бы, но это не менее. В общем, что показывает практика? Вот эти вот махания руками, крылышкой, которые возникают, когда ребенок возбуждается, скажем так, от чего-то, вот у него руки вот так вот идут. Вот эти вот два метода, которые я сказал, Baby Video Feedback, и вот это вот очень помогает это скорректировать. Почему я говорю скорректировать? Ну, у меня были случаи, когда оно и прекращалось, но, почему я в данном случае говорю скорректировать? Потому что причину таким образом, не знаю, может быть, можно как-то вылечить, а, скорее всего, нет. А причина вот эта вот. Травмы спинного мозга вот в этом отделе. То есть это, скажем так, к неврологии относится. Можно такой пример привести. Привести, вот, например, кабель электрический. Когда он целый, никаких вот таких вот дерганий в нем нет. Когда есть одна из жил, она поврежденная, там при повышении напряжения начинает проскакивать искра. Ну, вот приблизительно вот так вот это объяснение, почему возникают такие вот дергания руками. Ну, это очень утрированное специальное объяснение, образное просто, не надо придираться к какому-то словам, но оно достаточно имеет отношение к действительности. Чем можно лечить вот такое вот? Вот в нашей практике мы, опять-таки, мы используем опыт народных медицин, разных стран народов, которые сейчас являются частью обычной медицины. То, что вот в поликлиниках. В Израиле, по крайней мере, те направления медицины, которые, ну, считаются альтернативными, они используются врачами. Вот двое наших сотрудников, доктор Асав Коэн и доктор Шлом Плоткин, они работают в больничной кассе Макаби, то есть в государственной сети здравоохранения, именно по этой специальности. Один хиропрактор, это американская система оздоровления, часть подхода американского тоже, которая называется остеопатия, туда входит крайне сакральная терапия, остеопатия, хиропрактика, отдельное ответвление кинезиологии и так далее. Вот, и с помощью тех методов можно улучшить, вылечить. Конкретно есть разные методы, опять-таки это народные, простые, и любой человек это может использовать. Банки. Кому в детстве не ставили банки? Вот, странная очень вещь какая-то, простая, ерунда какая-то вроде бы, но почему-то многие заболевания вылечивались. Банки, горчичники, зеленка и так далее, да. Они почему-то вылечивались, причем сильное воспаление легких, это банками ставились банки, помните, были стеклянные такие, огонь туда просто ставили, сейчас используются другие, мы используем банки пластиковые, которые там отсасываются воздух просто насосом такой. Вот, к примеру, есть много методов в народных медицин, которые приводят к регенерации тканей. Это банки, это китайский массаж гуаша, это не совсем массаж, это такая скребковая техника, вы увидите, как доктор Аркадий завтра это будет применять, у нас на сайте тоже есть разные записи того, как это делается. Вот такие методы, они могут этому помочь, даже если делает сам родитель. Естественно, подобное должен делать специалист, но такие методы, они, ну скажем так, если и не помогут, то навредить не должны. Опять-таки, мы не призываем это использовать, мы говорим о том, что мы призываем использовать такие методы, которые, если и не помогут, то не повредят. Вот это самое главное, на мой взгляд, на наш взгляд, что делать то, что не повредит. Вот эти методы простые, они могут улучшить как-то, ну, по крайней мере, они не навредят. Опять-таки, здесь надо же понимать, что нужно правильно делать, любое действие неправильных руках, неправильно примененное, может принести вред вместо пользы. Включая банки, что вы делаете? Само собой, если, например, есть какие-то, если есть температура, это нельзя делать, если есть какие-то повреждения на коже, это нельзя делать, ну, и куча всякого другого. Но, тем не менее, вот это лечение банками есть в народных медицинах очень многих стран, в том числе Ближневосточных, по-моему, и Кавказских тоже. Называется по-разному. В мусульманских традициях тоже, если не помню, как это называется, там еще делается кровопускание с помощью банок. Вот, то есть, это методы, которые, опять-таки, я просто перечислил, я никаким образом не призываю, просто говорю о том, что такие методы, они... Есть методы, которые проявлялись тысячелетиями. Опять-таки, они все должны использовать правильно. Но мы немножко отвлеклись. Предлагаю перести к вопросу. Да, мы отвлеклись. То же самое, еще третий момент. Ребенок, который себя избивает. А на фоне? Что мы делаем? То же самое мы исходим... Опять-таки, предлагаю просто нашу точку зрения, наш опыт. Вы можете принять связь, не можете нет. Мы, опять-таки, мы исходим из того, что за этим стоит какая-то позитивная потребность. Не то, что он это от дури делает, а то, что действительно вот что-то хорошее его к этому побуждает. Он старается получить какой-то хороший результат. Мы можем, опять-таки, этому противодействовать. Иногда это необходимо противодействовать, чтобы ребенок не нанес травмы себе или другим. Но можем понять, что что-то, какая-то причина позитивная за этим есть. И, как показывает практика, дети, которые бьют себя, да и других тоже тогда, у них в это... Они бьют себя... Если я неправильно скажу, вы меня поправьте. Обычно они бьют себя по одним и тем же местам. Если, например, по голове, так это по определенному... А по одному определенному месту. Не по всем и не по всем частям, а по каким-то определенным. И, с моей точки зрения, они это делают именно для самооздоровления. У меня есть лекция на эту тему, там приведены многие примеры, научные источники, где это тоже описано, что это вот... Там называется это еще ударная терапия, используется там такими-то специалистами и так далее. Но практически мы можем увидеть такое, что, например, ребенок себя бьет по руке. Мы можем понять, что ребенок вот таким действием пытается не то, что причинить себе боль, а он пытается, ну, как бы вот так вот взбодрить, то, что называется, улучшить кровообращение. Что мы можем делать? Помочь ему именно в этом, то есть делать массаж, делать разогревающие, делать обшлепывание и так далее. То есть помочь ему в этом. И получаются совершенно чудесные результаты. Тут главное понимать, что это он делает не от дури, а от того, что он от мудрости практически говорит. Нет, именно от мудрости. Что самое интересное, вот Максим, может, тоже видел такие случаи, когда у детей, благодаря вот той терапии, которую мы проводим, восстанавливается чувствительность, они перестают это делать, потому что они вдруг начинают чувствовать боль. Они не чувствуют боль, они бьют по себе с огромной силой, смотреть на это просто страшно. А когда мы были проходили лечения, было ли там заболевать боль? Вот, когда происходит оздоровление, они уже, они уже пристают это делать. Интересно, что вы говорите? Я говорю, что мы когда были, когда мы были, Марик, ты помнишь Марика? Он же до того, он бил себя очень сильно. Помнишь, хлопал и бил себя? Сахалина. А, Сахалина, да. Сахалина. Он хлопал, и он, да, он бил себя по голове. Потом у него... Дети, они используют любое возможность стукнуться головой обо что-нибудь. Их одевают специальные шапочки такие. Было несколько детей в шлемах. Но я помню, что после того, вот вы тогда с ним позанимались раза три, и у него сначала ушло это, а потом у него ушло хлопание. Но опять же, оно, ну, насколько мы знаем, что-то вернулось, но не в такой уже агрессивной форме, в которой это было. И опять, ну, то есть родители, насколько мы знаем, там, дружим с ними, вот здесь познакомились, более с Сашей, они, ну, они занимаются по этой же методике, только у него это появляется, они опять... Да, они опять ему, вот именно то, что Давид говорит, они... Продвигают его в сознательность. Ну, опять-таки, в его случае это основано на том, что ребенок уже получил лечение. У него это, может, осталось, но у него привычки манипулятивной только. Да, он так выпрашивал телефон. И это уже давно было. Сейчас абсолютно другой ребенок. Они... Ну, представьте себе, его сколько? Семь лет было, когда они приехали, кажется, да? Да, он в школу... На четвертый день, что ли, они пришли, родители рыдали. Почему? Они в первый раз все эти годы смогли спать ночью. Потому что все эти годы он орал непрерывно. Ему больно было, ему плохо было. У него было повышенное вот очередное давление. А как это лечится? Диуретики не помогают в таких ситуациях, потому что выведение жидкости из организма это не есть выведение жидкости из головы во многих случаях. Потому что, к примеру, когда переезжат здесь, к примеру, просто к примеру, отток жидкости и будет идти со всего тела, там будет оставаться. Будет чуть-чуть лучше. Четыре, семь. Семь. Семь лет они не спали вообще. А как в смысле он не спал? Он начался спать в десять, в час он просыпался, и с часа до пяти он просто кричал. И вариант единственный был это давать ему телефон, давать ему телефон, и он этот телефон, он его в... то, что называется... Как это? Боже, забыл. Когда постоянно... Как кадр? Ну, типа, репит. Да, он постоянно одно и то же смотрел. Ну, то есть оно бесконечно, оно просто сводило с ума. Если не крик, то это сводило с ума. И да, мы помним, я помню тогда, когда они пришли, они пришли, мы первый раз выспались. Боря пришел тогда, отец, говорит, ну, говорит, невероятно. А у них еще маленький ребенок, полностью здоровый, полностью... Ну, вот он, ну, как бы, и он говорит, и первая ночь для Сережи тоже была, что Марик спал. Вот. Ну, вот как-то так, да. То есть мы, как бы, резюмируем на том, что дети проявляют себя мешающим каким-то образом. Прежде всего, мы сейчас не говорим о манипуляциях, которые, естественно, есть, а не иногда основа основ. Но прежде всего мы говорим о том, что когда ребенок кричит, когда он что-то делает, что-то такое, за этим стоит некая потребность, которую мы можем либо игнорировать, что вы обычно делаете, либо вот с этим как-то сотрудничать и помочь этому, с одной стороны, реализоваться, ну, основываясь, прежде всего, правильно, на оздоровлении, на выздоровлении. Мы не говорим о том, что ребенок себя дурно ведет, нужно заставлять его это делать. Здесь речь совершенно о другом, поэтому я говорил, что здесь требуется обучение, обучение методики, обучение понимания этому. Поэтому одно из того, что мы будем предлагать на курсах, которые мы собираемся потом проводить, именно профессиональные, сейчас как бы ознакомительные, но если будут профессиональные, это будет по совершенно конкретным тоже специализациям, совершенно определенным областям проблем и так далее, то есть именно специализированные. сейчас просто потихонечку обо всем. То есть предлагаю видеть в таких действиях ребенка такую действительную потребность и знать, что есть способы что-то изменить, используя то, что я сейчас вам сказал, практически не воюя с этим, наоборот, это поддерживая, но при этом направляя в нужное русло. Направляя в нужное русло и уже комбинируя, усложняя, например, ребенок хлопает руками, вот так вот. Так, 10 раз, переводится это в сознательное, 10 раз похлопать, а потом еще повернуться, и тут идет усложнение. Повернуться тоже, значит, 10 раз похлопать в это, потом 10 раз в другое. К примеру, происходит еще и развитие и так далее. То есть, ну, более подробно это описано еще в этой методике, и, как я сказал, как показывает практика, необходимо обучение этому. Это одна из многих методик, которые были разработаны мной. Есть еще много методик, которые разработаны другими специалистами из разных стран мира, которые мы тоже привлекаем к сотрудничеству. Аркадий Баиров, который вы видели, который сейчас является физическим нашим сотрудником, он на протяжении многих лет был нашим дистанционным сотрудником, консультантом, его видео по лечебной каллиграфии, вы можете увидеть, он у нас на YouTube-канале. Сейчас он это физически делает здесь. В общем, есть много разных методов подходов. Если вы будете проявить уже активность, будете ставить нам задачи, то мы сможем более конкретно уже и предложить что-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok